Продолжение следует... И перед молитвой мы сегодня прочтем несколько стихов из послания апостола Павла к римлянам из 5 главы. И мы читаем такие слова. Апостол Павел пишет так. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благотетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Будем молиться. Боже наш, мы снова приходим к тебе в этот час вечерний в молитвах наших с благодарностью за то, что мы дети твои, за то, что ты через Иисуса Христа, через ее страдания, смерти и воскресения простил нас, оправдал нас. Ты праведник умер за нас неправедных. Ты доказал свою любовь на Голгофе, доказал на деле Господь. Мы так благодарны тебе, что через твою искупительную смерть мы сегодня дети твои, которых ты возродил, оправдал, усыновил, удочерил. И ты, Господи, благословляешь нас обильно, заботясь о нас, питая нас и духовной пищей, да и материально благословляешь всем необходимым постоянно. И сегодня снова мы собрались в дом твой, чтобы снова читать твое слово, размышлять над ним, чтобы нам жить по слову твоему. Благослови сегодня слово проповеди, братья проповедующих, дай им мудрости и сил передачи слова твоего, а нам принять ее и к исполнению нашей повседневной жизни. Благослови хористов наших, всех, кто будет участвовать и сегодня этим вечером в музыкальном служении. Благослови уста и сердца и помоги, чтобы через каждое сердце было прославлено достойно твое святое имя. Всю нашу церковь благослови, как всех находящихся здесь сейчас, в этом зале, так и всех, кто присоединился к этому собранию через интернет. Благослови, Господи, всех нас обильно. Тебе хвала, честь и благодарность Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Ты искупил мир от греха и дал ему любовь и свет, Зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, и каждый город для Тебя За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава Тебе величие! Слава веками народа! Сила Твоя безгранична! Милость Твоя во все роды! Слава Тебе величие! Слава веками народа! Сила Твоя безгранична! Милость Твоя во все роды! Ты открываешь новый мир, любви, надежды, чистоты. С Тобой нетрудно мне идти, ведь Ты со мною. Слава Тебе величие! Слава Тебе величие! Слава веками народа! Сила Твоя безгранична! Милость Твоя во все роды! Слава Тебе величие! Слава веками народа! Слава Тебе величие! 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 С Субтитры подогнал «Симон» 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 продолжали делать злое предачами Господа. И предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет. В то время был человек из Соры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенецей будет Назарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Какое торжественное начало истории прослужителя Божьего Самсона. Явление ангела, Божьи обетования и благословения на определенную миссию, чудеса Божьи была неплодна, но родит. Папа Маной, конечно, посуетился немножко, что ангелу Господню пришлось несколько раз являться и даже пламенем огненным стать, восходящим от жертвенника, чтобы Маной понял всю серьезность происходящего. При всем торжестве в начале этой истории интересно заметить, что Самсон должен был родиться из колена Данова. И для нашего общего представления хорошо будет вспомнить, какое благословение Дану дал его отец Иаков, или какое благословение ему дал патриарх Израиль. Бытие 49 глава с 16 стиха. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так, что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь Господи. Интересно, что благословение, которое получил Дан, отличается от всех благословений, которые получили его братья. И вот, казалось бы, пришла помощь от Господа. Должен родиться служитель Божий, судья Израилев, который будет спасать народ Божий, избранный от угнетателей. Должен родиться Назарей Божий. Назарей означает посвященный Богу. Человек, принявший обед на определенное время или навсегда, воздерживаться от употребления винограда и произведенных из него продуктов, в первую очередь вина, не стричь волос и не прикасаться к умершим. Об этом говорится в числах 6 глава с 1 стиха. Степень святости Назарея приближается к святости первосвященника. В случае нарушения обета Назарей должен остричь голову и принести искупительную жертву в храме и начать свой обед сначала. Я хочу, чтобы мы с вами запомнили один фрагмент из этого определения, которое мы дали «Принести искупительную жертву, если лишиться Назарейства». Мы потом с вами об этом вспомним и к этому вернемся. Итак, родился особенно посвященный Богу человек, служитель Божий с особенным даром. Наверное, нам, братьям, всем бы хотелось иметь такой дар, какой имел Самсон. И возрастал мальчик, и Бог его благословлял, и вот пришло время для исполнения его предназначения. И начал Дух Божий действовать. Пришла сила. И все вроде бы хорошо и красиво, но мы с вами дальше читаем интересный поворот событий. Книга «Судьи», 14 глава, с 1 стиха. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, и она понравилась ему. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Ничего не напоминает история. Во-первых, задается вопрос, «Самсон, а что ты делал вообще в безбожном языческом месте, как на заре Божий? Куда ты в принципе ходить не должен был?» Тут написано, что он смотрел на дочерей филистимских, одна из которых ему приглянулась. А дальше история ничего не напоминает. Пришел и сказал папе с мамой, «Познакомьтесь, это моя невеста». О благословении у отца спросить не нужно. Нет, ну мы уже здесь все решили, поэтому у папы и у мамы выбора нет. Что принесет с собой это благословение, которое клещами из родителей вытащили? Мы потом с вами увидим, что оно принесет. Итак, мало того, родители говорят ему, «Сынок, ну она же, образно говоря, невозрожденная, ну она же не член церкви, ну у вас же разные приоритеты в жизни, ну между вами пропасть, доченька, ну он еще не покаялся, ну как вы можете быть вместе? Сейчас. А в случае Самсона он в принципе не мог быть вместе с ней в любое время, ни в будущем, ни в настоящем. Нет, я хочу, ее возьмите мне. Воспитали родители служителя Божьего. Книга Судей, 14 глава, с 5 стиха, читаем дальше. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью свою Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел, и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону, спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот, рой пчел в трупе львином и мед, он взял его в руки свои и пошел и ел дорогу. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, что везде, где речь идет в истории про Самсона, где речь идет о том, что на него сошел дух Господень, речь идет о том, что в действие приводится тот дар, который Господь ему даровал, как обетование. Другой вопрос, в каких ситуациях Самсон этим даром пользовался. Хорошая история. еще один вопрос задается. Самсон, а что ты к виноградникам подходил, если ты назарей Божий? А зачем мед из трупа взял, если ты, как назарей, к трупу прикасаться не имел права? А ты взял, ел, мало того, что себя в грех вел, еще и родителям дал. А родители и не спросили, сынок, а ты медок-то где взял? Интересная здесь характеристика родителей, знаете, сынок у нас хороший, хозяйственный, продукты принес, а он у нас отличник, зарабатывает неплохо, даже бизнес имеет, дом прикупил с машиной, все замечательно. Ну, не важно, что он во грехе живет, не важно, что он от Господа отступил, ну, утрясется. Вы знаете, может и не утрястись, пока родители не поменяют свои приоритеты, которые исказились. Дальше история нам говорит пир свадебный. Отец вроде бы как не хотел благословения давать, но сейчас мы видим, что он уже как бы на пиру сидит и празднует, и все хорошо. Пир веселый был, в игры поиграть азартные решили. Помните, да, эту историю? Кто не помнит, потом перечитаете дома. За неимением времени я буду рассказывать. Так вот, загадочки пошли. Еврейские, мудрые, сложно догадаться, сложно отгадать. Ну и чего, игроки нашли путь. Они подъехали через невесту, чтобы ответ-то узнать. И проиграл Самсон. А дальше помазанник Божий становится убийцей внеплановым, потому что, образно говоря, в казино проиграл. пошел, убил, взял, отдал долг, а дальше обиделся на жену свою. И ушел в отчий дом. А дома родители двери открывают и говорят, заходи, сыночек, мы же тебе говорили, какая она нехорошая, мы тебя пожалеем. А может, надо было бы сказать, сынок, а теперь у тебя жена есть, какая-никакая, и ты, как глава своей семьи, иди и решай проблемы своего дома. А мы, как родители, будем просто молиться за тебя. нет, заходи, оставайся, мы тебя пожалеем. Какая она нехорошая. Прошло немного времени, Самсон отошел, как говорится, захотел жену видеть. Отходчивый, набрал подарков, приходит, а там тесть стоит, стоп, нельзя, как, как нельзя, она жена моя. подожди, ты как бы ушел. Мы не знали, что ты ушел, ну, как бы бросил. Мы ее за дружка твоего замуж выдали. Он, оказывается, ее тоже очень любил. Вот история, да? И дальше пошла месть Самсона. И мстил Самсон не за народ Божий, которого филистимляне угнетали, мстил он не за то, что имя Господне было в поругании, мстил он за себя. И тем самым не освобождал Израиля, а еще больше ожесточил филистимлян против Израиля, так как много он им неприятностей причинил. Урожай их спалил, вы помните, да? До того дошло, что когда сидел Самсон обиженный, три тысячи человек не филистимлян на него вышли, а израильтян. И не пожалеть они его вышли, а уничтожить. Потому что проблемы он им создавал. Должен был решать их проблемы, а он им их создавал. Ну, они договорились и отдали его израильтяне в плен филистимлянам. И в удобное время, в нужный момент, Самсон разодрал веревки, взял челюсть осленка, осла, и всех филистимлян, что там находились, уничтожил. И мы по обыкновению с вами вспоминаем про эту историю, как про грандиозное событие, через которое Господь одвестил филистимлянам за народ свой угнетенный. А так ли это было? Или все сражения Самсона до сего места это были те проблемы, которые он сам себе создавал вследствие того, что потерял связь с Богом? А потом используя дар Божий героически их преодолевал. Конечно, при всем этом, о чем мы говорим, нельзя забывать, что на протяжении всей истории мы встречаем такие слова, как «Бог допустил по Божьему плану то или иное было от Господа». Да и аминь. Бог свой план выполнял. Но это ли изначально он приготовил для Самсона служителя своего? Эту ли миссию он приготовил для Назарея Божьего? Мог ли Бог приготовить для Самсона грех, через который он должен был выполнить свою Назарейскую миссию? или Самсон сам создавал себе ситуации? А потом, пользуясь даром Божьим, пытался их решать. Но Бог, будучи милостив, к Своему народу обращал этого блага. Потому что он был милостив и любил свой народ, и у него был план для своего народа. И ошибки Самсона Бог оборачивал во благо, в итоге во благо. То есть происходило определенное отмщение. Но Самсон-то правильным ли орудием был в руках Божьих? Бог милостив был даже к Самсону, когда небеса отверст, чтобы напоить его, когда тот очень жаждал после очередных своих приключений. Трагедия это в том, что судьба самого Самсона была искалечена, потому что он не понял, кем он должен был быть, потому что родители недообъяснили, кем он должен был стать. Книга Судьи 16 глава с 1 стиха. Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газа сказали, Самсон пришел сюда, и ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал до полуночи, в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес на вершину горы, которая на пути к Хеврону, и положил их там. Еще интересный отрывок. На зари Божий ходит по блудницам. Здесь без комментариев. И в игры играет с теми, которые угнетают его народ. Ворота сорвал, на плечи взвалил, отнес, положил, а ну догони. При этом пользуясь силой, которую дал ему Господь. Далее развязка. Полюбил опять женщину, имя которой долила, а ее враги использовали для своих целей. Недолго Самсону пришлось тайну таить, придумывая разные небылицы. В итоге все он ей рассказал. открыл все тайны сердца своего. Самое сокровенное, самое ценное, что дало ему Бог, он открыл ей. И мы помним, что произошло дальше. Остригли его, лишили его глаз, темница, и вот кульминация. кульминация служителя Божьего, жизни служителя Божьего Назарея Самсона. Разбитая жизнь, потеря Божьего дара. И мы здесь с вами помним, что вроде как Самсон раскаялся в грехах своих, но давайте вспомним и прочитаем, как он это сделал. Судей 16 глава 28 стиха. И возвал Самсон к Господу и сказал, Господи Божие, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза моих. За что отомстить? За народ, Господи, твой угнетенный, за имя твое упоруганное. Нет. Опять за себя. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами вспомнили, когда мы давали в определении Назарейству характеристику Назарея, мы говорили, что при потере Назарейства должна была произойти искупительная жертва. Так вот, Бог из любви своей и Бог верный своим обетованием, которую он давал еще до зачатия для Самсона. Дал ему милость смертью своей искупить грехи жизни своей. Книга Судей, 16 глава, 29 стих и далее. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою свою, а в другую левую. И сказал Самсон, умри, душа моя, свелистимлянами, и уперся всею силою и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Вот и конец драмы. А ведь могло быть все по-другому. Ведь все так хорошо начиналось. Сегодня, глядя на историю Самсона, у нас с вами, у церкви новозаветней, есть возможность посмотреть на себя как на родителей. Насколько мы правильно воспитываем своих детей или же уже воспитали своих детей на основании Слова Божьего. Сегодня у нас есть возможность посмотреть себя как на детей. Насколько мы слушаемся и повинуемся родителей наших. И насколько мы дорожим их благословением. Господь установил определенные порядки и их не перепрыгнуть. Отлепится человек от отца и матери и прилепится к супругу. А до того как отлепился слушаться и повиноваться. Есть субординация, которую Бог установил. Потом почитание родителям и уже внутренний совет семьи. А до тех пор выбор спутника жизни молодежь. Благословение отца превыше гор древних. Волю Божию познавайте. Сегодня у нас есть с вами возможность посмотреть через историю Самсона на себя как на христиан, как на служителей Божьих. Насколько мы дорожим тем даром, тем призванием, которое Он нам дал. Или мы зациклены на собственном я, сами себе создаем проблемы, которые потом приходится героически преодолевать. Молодежь, у нас есть сегодня возможность с вами проверить свои сердца, нету ли в них двойных стандартов. Насколько мы настоящие с вами здесь и сейчас. Это поможет нам Господь взять важные уроки из этой истории, из этой биографии, чтобы ходить нам праведно перед Господом, чтобы мы могли поправить сегодня наши с вами светильники, ведь мы церковь Господа призваны им, мы его дети, для которых у него есть особый план, особая миссия и особое предназначение. Аминь, помолимся. Аминь, 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 шахстан, аминь, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Слава Богу. Слава Богу. It's not just about the manger, where the baby lay. It's not all about the angels, the thing for him that day. It's not just about the shepherds, or the bright and shining star. It's not all about the wise men, who traveled from afar. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born, born, so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away, so that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's not all about the good things in this life I've done. It's not all about the treasures, or the trophies that I've won. It's not all about the righteousness that I've found within. It's about His precious blood that saved me from my sin. It's about how Jesus came to be born, born, so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away, so that you and I could have real life someday. It's about the cross. The beginning of the story is wonderful and great, but it's the ending that can't save you, and that's why we celebrate. It's about how Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again. It's about how Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again. It's about how Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again, and that's why Jesus came to be born again. Продолжение следует 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 Продолжение следует... 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 И я слушаю, и мне неудобно, и просто неудобно это слушать. А я понимаю, что у нее это настолько наболевшее, что она готова вот даже незнакомому человеку высказать, потому что она хочет ответ, что мне делать в этой ситуации. И вот она прошла через надругательство всякие, убежала. Тогда она с дома попросилась сама приюта в интернате, ее приняли, занялись потом оформлением документов. На тот момент она еще даже сиротой не была. Но находясь уже в интернате, мы имеем официальные договора, и взяли в христианский лагерь, и вот так она туда попала. Вы знаете, я понимаю, что мне еще нужно многому учиться и расти, потому что то, что она пережила, я даже в фильмах не видел. Я только говорил о надежде на Господа. Я только говорил, что Господь может исцелять сердца, потому что мы, как люди, не способны даже много дать или посоветовать в этой ситуации. Господь расположил ее в сердце, она так ближе стала интересоваться христианством, посещала наши программы, и другая церковь еще проводит тоже программы в этом интернате. И вот развязка. Развязка то, что она покаялась в церкви, она ходит в церковь, она 18 лет стала и выпустилась из интерната, она теперь посещает церковь, готовится к крещению. Но знаете, более всего, что меня удивило, когда я спросил, как ты сейчас, вот эта ситуация, где этот отчим надрубивался над ней, эта мама, которая выставляла ее, образно говоря, в продажу, она говорит, я их простила. Моя человеческая внутренность кричала, не так должно быть, не так, хотя я учил, что надо прощать. Но знаете, сам в этом растешь и понимаешь, что только Бог может давать эту силу. Оказывается, пока она была в лагере, ее мама вышла с очередной пьянкой куда-то в город, что-то там произошло, какая-то драка, проломили ей череп этой маме, ну, отвезли в больницу, в больнице спросили денег нет, никто не брался за лечение, что-то там зашили, думая, умрет. Она не умирает, она живет. И знаете, полголовы нет черепа, только кожа затянута. Ничего не вставили туда, ни пластины, потому что тоже некому было заботиться. И вот эта мама парализованная теперь лежит, и Марина ухаживает за ней, просто ухаживает за ней. Я говорю, а мама хоть что-то соображает? Она говорит, только когда я начинаю говорить, у нее текут слезы, руки, ноги не двигаются. Она говорит, значит, говорит, ну, я делаю вывод, что она понимает, и она ждет. И когда такие случаи происходят, вы знаете, это нас укрепляет, и хочется оставлять все остальное для того, чтобы снова учиться у этих людей и снова учить их тому, что Господь уже открыл нам, чтобы принести славу нашему Господу. Много других ситуаций, когда людям просто нечего есть. Нечего есть, они находят самые, казалось бы, уже нереальные примеры или варианты, как есть. Но мне бы в голову не пришло, что можно пшеницу помолоть в кофемолке и варить кашу для трех- или четырехмесячного ребенка. Знаете, когда я слышу это, я понимаю, что человек не просто ленивый, не хочет как-то вот что-то делать и ждет, чтобы что-то дали. Это человек находил всякие возможности, что только можно делать, чтобы, может быть, даже не обратиться к кому-то. Но вот, дойдя до такой точки, когда нет этой уже зерна, потому что там отчим, не отчим, а свекор вынес, поменял на алкоголь, и вот только тогда с рыданием в трубку звонок, это выпускники интерната, помогите, как можете, если можете, чем-то помогите. Нечем кормить даже ребенка. И Господь побуждает через не только нас, а многих служителей совершать этот труд, передавать эти продукты, чтобы была возможность поддержать их. Сейчас эти люди тоже ходят в церковь, эти люди не члены церкви, но с радостью посещают церковь и много подобных ситуаций. И поэтому работа наша построена так, что мы стараемся почаще с ними соприкоснуться. Это через библейские уроки в интернатах, когда мы проводим с каждой группой и библейские истины, говорим открыто, и они слушают, и есть эта возможность, то это нас тоже вдохновляет, как мы будем молчать. И всегда мы подходим с такой позиции, а вдруг это последний раз, а вдруг это не скоро, или не всегда так будет, да, и мы стараемся это сделать. Есть другие встречи и кружки, которых мы каким-то жизненным навыком учим, но основная цель, чтобы соприкоснуться вместе с ними, понять их больше, и они смотрят на нас, вот не доверяют, тогда уже доверяют, дружат и могут положиться на нас. Есть возможность брать в церкви, в интернаты, из интерната детей, и в семьи христианские, и они посещают, и тоже растут духовно. Тоже прекрасный пример, один паренек, сейчас в интернатах не все даже сироты. Государство имеет такую программу, чтобы уменьшить количество сирот, и тогда нагрузка на бюджет страны легче, потому что тогда нет финансирования полного, тогда нет стипендий в высших уже учебных заведениях или в других, и все остальное. И вот один мальчик, имея родственников, ну все же бывает в нашей семье, ночует, потому что ему негде просто ночевать, отчим его дома не ждет, мать после него еще четверых родила детей, тоже мальчиков, и просто его там не ждут. И вот он у нас в семье бывает, потом звонит, иногда у дедушки с бабушкой ночуют, далеко живут, звонит и говорит, а мы теперь с вами будем вместе читать Библию. Я говорю, как? Я дома дал такой указ, что мы по пять глав каждый вечер будем читать. Он был у нас, он увидел, что мы читаем перед молитвой, всегда с семьей, обязательно читаем перед вечером, да, но мы читали по главе или по две. А он пять сказал читать, и задает вопросы по этим пяти. Я понял, что теперь нам надо пять читать, когда он там дома с дедушкой, бабушкой, а мы тут, и сегодня его дедушка с бабушкой тоже теперь посещают нашу церковь, и очень ревностны в этом. Ну и много других примеров, когда мы можем сказать слава Господу, и это то, что Господь ожидает от нас, а мы готовы продолжать делать. Ну время тоже, может быть, вы слышите о ситуации в странах, там вот на бывшего Советского Союза. Я хочу сказать об одном, что чем больше тревога, тем мы больше видим милости от Господа. Я помню еще школьные годы застал времена СССР, когда, знаете, так притесняли, и, ну, повсячески пытались вот показать, что верующие, это люди отсталые, и там договаривались с друзьями, чтобы они не дружили со мной, какие-то пакости делали. Вот так вот я испытал это, и я всегда помню о школе, знаете, как о таком рассаднике, ну, какой-то небожественной идеологии, против Бога, вот атеистической такой. Пришло время, мы удивляемся, через верх, через департамент образования приходит указ. Не только там, знаете, приходило раньше Рождество праздновать, и нас как в церковь приглашали рассказать о празднике Рождества, Пасха, о Пасхе. А теперь приходит указ провести конкурс «Юные знатоки Библии». Я не поверил ушам, когда мои дети приносят, ну, они приносили там олимпиаду по физике, олимпиаду по математике, вот надо участвовать, поедем, не поедем. Они приносят конкурс «Юные знатоки Библии». Кто проводит? Не церковь, это школы проводят, это государство проводит. Мы удивлены, мы славим Господа за это. И теперь в каждой школе, даже там, где отвергали с сентября месяца, назначен курс христианской этики, который разрабатывался нашими бибтийскими братьями. И мы только говорим, Господи, благодарим Тебя, славим Тебя за это. И мы хотим использовать снова эти возможности. Наверное, вы слышали о реформации, да, 500, и мы там 500-летие хотим праздновать реформации. И пытались взять разрешение, все. И приходит закон, что, пожалуйста, всем владельцам домов культуры, там, этих кинотеатров, что там только можно придумать, в обязательном порядке, пускать церкви, там, другие религиозные организации, общественные организации, пускать с этой темой, просто пускать. Мы радуемся, молимся и планируем, что можем сделать, выходит разъяснение к этому указу. А проплатить за аренду этих домов культуры, изыскать возможность из местных или областных советов, бюджетов. Понимаете, мы теряем до речи. Мы теряем до речи, когда читаем это, мы перечитываем, может быть, опечатка, мы друг в другом созваниваемся, так или не так, так. Государство платит за то, что церкви в домах культуры будут проводить и проводят его организации. Поэтому мы говорим, слава Господу за это. Но наряду с тем есть и нужды экономические, есть то, когда, знаете, общество из-за безденежья сползает в какой-то низ пропасть. И мы боимся, конечно же, за нашу страну. Если можно, трехминутный ролик о сиротах, где вы видите вот эти этапы, где мы и в интернате проводим занятия в церкви, и также они бывают в семьях наших, и мы находим, что это очень важная ступенька, не просто несколько раз в год приехать, а дети, они нуждаются в постоянной заботе. Представьте, если бы вы своих детей видели раз в три месяца, они не ваши. Но когда мы несколько раз в день, есть где пять раз в день, в неделю видим, когда несколько раз в неделю, два-три хотя бы раз в неделю мы видим, или они бывают в наших церквях, тогда они растут в духовном, тогда жизнь их меняется. И вот после того, как мы в интернатах бываем, постоянно мы продолжаем там быть. Их отпускают к нам домой, они сами тянутся, они сами едут. И это вдохновляет где-то и нашу молодежь, общаясь тоже с ними, служить им и совершать такой труд, посильный труд. Да, ну, находясь в церкви, они и духовное наставление имеют, на богослужении присутствуют, изучение Писания отдельно для них, и разные моменты жизни мы замечаем. Тоже Господь дает возможность совершать труд в лагерях. И вы знаете, мы не только лето замечаем, осенние каникулы, зимние каникулы проводили лагеря прямо в интернатах. Если мы в церкви проводим и привозим сирот, школьными автобусами даже привозим. Вот эта молитва после одного лагеря заключительная, мы всегда начинаем молитвой, заканчиваем молитвой. Но это было необычно тем, что пришла вся администрация как бы проститься с нами. И мы так немножко замешкались, ну, сейчас эту молитву сделать или подождать, когда они выйдут с зала, а потом можно помолиться. Мы замешкались, а помощник директора говорит, так, дети, ну, заканчивать надо. Что мы делаем в конце? Молиться. Выходите, молитесь, кто хочет. Мы готовы были сесть. Вы знаете, вышли дети, и эти несколько человек, они молились не просто, молились и каялись перед Господом тоже. И это на глазах у всех. И мы удивляемся, и, вы знаете, это дает силы, чтобы трудиться. Это вот конференция семей усыновителей. Вы знаете, наверное, брата Алексея, вот здесь он есть тоже на фотографии. И в области мы разделили труд так, что он больше семьи усыновления, будут интернаты, церкви, и по всей области развивать служение. Это уже на мне ответственность. И благодарим Господа, когда есть из нескольких церквей мы получаем помощь, которую мы можем дать или тем сиротам, которые нуждаются, или беженцам, которые тоже испытывают такие физические нужды. Поэтому во всем этом мы только можем сказать славу нашему Господу за то, что Он есть, и милость Его не сократилась, и любовь Его на каждом из нас. Я всегда, когда получаю бюллетни о гонениях в других местах, в других странах, мне кажется, как они там удерживают? Почему они там еще находятся? Там кто-то свидетельствует его родственников, ну это Африка, Азия, убили. И вот этот человек готов простить. Знаете, когда читаешь, ну непонятно, что там люди делают? Ну как это можно? По-человечески непонятно. Но когда подумаешь глубже, и я понимаю, насколько близок к ним Господь, что они готовы все оставлять ради того, чтобы там пребывать и служить Господу дальше, свидетельствуя о Нем и продолжая труд свой. Даже если там церкви разгоняют, они где-то еще собираются на дому, или в другие церкви приходят, и не боясь продолжают свое служение. Почему? Потому что мир Божий пребывает в их сердцах. И я хотел бы как раз говорить об этом послании к филиппийцам, 4 глава. Давайте прочитаем несколько стихов послания к филиппийцам, 4 глава. И мы с вами посмотрим, где мы можем иметь этот мир в сердцах наших, где мы можем его обрести, и как его хранить, чтобы этот мир Божий всегда пребывал в нас. С 1 стиха 4 глава филиппийцам. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благоствование вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю, это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Ну и можно здесь остановиться. Посмотрите, какая наша жизнь бывает. Мы все участвуем в этой лихорадочной гонке под названием «Жизнь». Мы стараемся как можно больше успеть. Это ответственности, обязанности, может быть, на работе. Это семья. Это еще круг родственников или друзей. И, может быть, я заслышу сейчас время платежей налоговых. И все это настолько нас вводит в суету, что оно может украсть мир. Мир из сердец наших. И мы стараемся каждый день как можно больше чего-то успеть. И когда не успеваем, это тоже крадет наш мир. Христиане, к тому же, этой гонке, которая есть в мире, стараются успеть еще посвятить время для служения, посетить церковь, может быть, какой-то труд нести. И все это добавляется и добавляются обязанности. И не секрет, что после всего мы просто испытываем усталость. И вот такая какая-то суматоха, она может приводить просто к беспокойству и даже к нарушению мира с Богом, когда наши отношения с Господом нарушаются. Но что мы можем делать или где мы можем найти этот мир, чтобы он всегда был в наших сердцах? Некоторые пытаются это заменить чем-то временным. Ну, к примеру, кто-то купит удобное кресло, скажет, о, вот здесь я буду отдыхать. Кто-то увидит или приобретает любимую еду, вот тут момент, так сказать, глоток, когда я уже наслажусь этой жизнью или еще что-то. Кто-то ищет общения какие-то, кто-то еще куда-то уходит в сторону. Но вы знаете, все это мирское, оно может дать только временный мир, в кавычках, да, или покой. И наши сердца, они все равно испытывают нужду, испытывают тревогу. И первые стихи мы прочитали о том, и многие склоняются к тому, что тут тоже была проблема, не было этого мира. Мыслили по-разному. Как найти этот мир и покой? Апостол Павел советует церкви, эти советы живы и для нас. Хочу обратить особое внимание с 4 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе, еще радуйтесь». Радуйтесь всегда в Господе. Смотрите, наш мир, вообще он может быть только в Господе. Мир мы можем получить только от Господа. И вот эти советы, как мы можем обрести его? Обрести, получить от источника этого мира. Вот советы. Радуйтесь, Господи, и еще радуйтесь. Радуйтесь не тому, что вы приобрели, или, может быть, место какое-то получше где-то заняли. Радуйтесь не тому, что еще что-то интересное произошло с вами или с вашими друзьями. Радуйтесь, Господи. Вы пробовали радоваться другому человеку? В основном в жизни, наоборот, какая-то конкуренция. Когда у кого-то радость, и уже тебе, наоборот, не так радостно. Но, наверное, когда двое людей любят друг друга, это хороший пример, когда он может радоваться, если хорошо у его возлюбленной. Или, наоборот, возлюбленный радуется, когда будет даже супруг, и у него хорошо. И мы тогда радуемся. Радовство в Господе, это значит, Господь настолько близок и желанный, что мы находим радость именно пребывать в Боге, там находить покой. Вот от этого общения мы находим радость. Не знаю, как у вас, но я лично по себе четко понимаю, если я не найду время для общения с Богом в утренние часы, я даже не успею так, как хотелось бы, или как то время, или тот день, когда я найду время для общения с Богом, достаточно этого времени. Какой-то мир Божий может снизойти к нам, или суета, которая может охватить нас. Так вот, радоваться в Господе, это пребывать в общении с Господом, чтобы понимать, что Господь делает, что все в Его руках. И от этого мы можем получать эту радость, от общения с Господом. Когда Он для нас настолько любим, что мы радуемся Его делах, в жизни нашей и вокруг. «Кротость ваша, да будь известна всем человеком, Господь близко». Опять такие советы. Мне кажется, кротость, она не в моде в наше время. Так или не так? Ну, как кроткий? Кроткий – это человек такой, который, может быть, не везде даже что-то использует в возможности. И вот просто кроткий, такой смиренный. Но когда мы прочитали вот эту следующую фразу «Господь близко», это поможет нам понять, что ценно в глазах Божьих. Мы все склонны к тому, чтобы быть наш, сделать поудобнее. Смотрим, даже я тут смотрю, такие интересные вещи, у нас там нет таких вещей. Они облегчают как-то жизнь, может быть, какие-то удобства делают. Но я всегда помню, что у меня ограничение – чемодан есть. И оно все отпадает, потому что оно не влезет в чемодан, да? Знаете, когда мы начинаем думать, что Господь близко, тогда тоже у нас много что может отпасть из того, может быть, к чему мы хотели бы стремиться, где нам кротость, может быть, помешает что-то приобрести. Но Господь близко. И это направляет наши взоры на Иисуса Христа и фильтрует, может быть, наше желание и снова объясняет, почему есть этот призыв и это благословение, когда мы можем свою жизнь строить в кротости. Не заботьтесь ни о чем, но всегда у молитвы и прошения с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий тогда уже прибудет нас. И следующий совет – открывать свои желания пред Богом. чтобы не обременяться чрезмерной заботой. Вы знаете, можно много заботиться, даже достигнув чего-то, не иметь мира потом. Или не уметь воспользоваться этим, или не будет обстоятельств воспользоваться. А можно это больше отдавать Господу? Попробуйте так делать, если вы еще не делали. И молясь, и вы видите, как Господь идет впереди вас и устраивает этот путь, и дарует необходимое вам. А самое главное – мир Божий находится в ваших сердцах. Поэтому нам тоже нужно научиться заботы наши возлагать на Него, открывать эти желания и просить у Господа, чтобы Он во всем этом участвовал. Мы сами не можем позаботиться и видеть наперед, только Господь это может делать. И вот как вывод из прочитанного написано, что мир Божий, который превыше всякого ума, мы, может, даже не осознаем, что есть мир Божий. Что является миром для нас. Когда-то народ израильский, Иерусалим, они не узнали время посещения, они не узнали то, что для них было миром и предложено. Так и мы, может, до конца не осознаем. Но мир Божий, он соблюдает сердца нашей помышления во Христе Иисусе. И мы понимаем, где наш покой во Христе Иисусе. В следующем стихах мы читали о том, как сохранить этот мир нужно. И вот здесь написано, я кратко скажу, в 8 стихе «помышляйте», а в 9 то «исполняйте». Что помышлять? Что истинно, что честно, что справедливо, чисто, любезно, достославно, что добродетели похвала. Вот о чем помышлять. Не о том, кто там такой или не такой рядом со мной, или так или не так сделано, так, как я хотел, или как другой хотел кто-то. А вот помышляйте, помышляйте правильно, в этой чистоте, в этой истине. И Господь будет снова давать этот мир нам. И так помышлять, то есть наше помышление во Христе Иисусе, это условие, как сохранить теперь этот мир. И еще что? То исполняйте. Что научились, приняли, слышали и видели, то исполняйте. Оказывается, нужно, чтобы мир Божий был не только знать много, не только уметь много и попробовать. Есть такие люди, которые попробовали, рассказывают, как вроде, всю жизнь в этом, да? А пребывать, наоборот, постоянно, то исполняйте. И вот как итог, Бог мира будет с вами. Бог мира будет с вами. И в последних стихах вот этот пример апостола Павла. Я думаю, если в подробностях мы вспомним жизнь апостола Павла, не каждому из нас захочется повторить ее. Быть битому, сколько раз там, палками. И эти удары были способны к смерти привести, поэтому на один уменьшали. Вдруг человек умрет, чтобы не быть виноватым, что лишний удар сделали. Побивали камнями и многое другое. Понят, не понят. Вы помните, какое было гонение на него, когда обвиняли, не Господь в нем говорит. Это вообще не апостол, он не достоин внимания. Он вообще какую-то ересь проповедует. Сколько всего такого было? А Павел пишет, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Какие бы обстоятельства ни были, избыток или недостаток, понятый или не понятый, мир Божий пребывал в нем. Братья и сестры, мы все нуждаемся, чтобы мир Божий наполнил наши сердца. У нас так много проблем, у нас так много суеты, у нас так много обязанностей. И если мы не придем к Господу, чтобы его мир наполнил нас, вы знаете, суета и крахи в этой жизни и дальше. Поэтому пусть Господь поможет нам искать этот мир, а источник этого мира наш Господь. сохранять этот мир, да, это помышлять и исполнять то, что Господь открывает. И всегда быть благодарными Господом за все, что Он делает в жизни нашей. Ему за все слава. Аминь. Давайте помочь. Братья и сестры, наше собрание подходит к заключению. У нас еще есть объявление. Сразу после заключительной молитвы, те из вас, кто не смог участвовать на утреннем собрании, вечери Господней, пожалуйста, пройдите в братскую комнату. Там братья-служители уже готовят к вечерю, для того, чтобы всем поучаствовать, кто не смог участвовать на утреннем собрании. Завтра у нас изучение священного писания и для молодежи, и для старшей группы. Поэтому благослови, Господь, всех, кто имеет желание и возможность приходить вместе, размышлять, слушать, думать, читать и исполнять Слово Господне. Пусть Бог благословит всех вас. В четверг затем следующее собрание будет по местной церкви, как и обычно, в 7 вечера. На четверговом собрании также должен участвовать в нашем собрании Игорь Багиров. Поэтому те из вас, кто хотели бы повидаться с братом, увидеть, услышать, пожалуйста, в этот четверг, 9 марта, приходите на это собрание. Ну а в общем-то все приглашайтесь, как обычно, на собрание. Затем следующее воскресенье тоже в 10 утра и в 6 часов вечера. Еще раз напоминаю, братья и сестры, о том, чтобы следующее воскресенье вы не опоздали на собрание, так как будет переход на летнее время. Поэтому часы переводятся ночью с субботы на воскресенье на час вперед. Поэтому собрание будет в 10 часов, как обычно, но по новому времени. Надеюсь, что никто не опоздает. Пожалуйста, имейте это в виду. Это будет следующее воскресенье через неделю 12 марта. А в субботу накануне, уже об этом мы много раз говорили, но еще раз, это 11 марта с 9 до 4 вечера в нашей церкви будет конференция, служение, мамы в молитве, тема радость. Поэтому тоже приглашаются все сестры на эту конференцию. Добро пожаловать. Для подробности информацию, необходимую, что нужно получить, обращайтесь к нашей сестре Валентине Васильевне Кострыкиной, если хотите узнать более подробно, что и как. Затем, братья, напоминание еще раз о том, что у нас церковный совет будет 24 марта. Пожалуйста, имейте это в виду. 24 марта. В графике там другая дата стоит, но по некоторым причинам переносится на неделю позже. И также 30 марта членское собрание будет. Это четверговое собрание. Во второй половине будет членское собрание. Я объявляю уже сегодня для того, чтобы те из вас, кто решил стать членом поместной церкви, вы уже определились, вы взяли, возможно, или не взяли еще заявление для вступления в члены церкви. Поторопитесь, так что вовремя заполнить, сдать, чтобы мы могли с вами побеседовать и могли обсудить все необходимое, подготовить, чтобы было у нас все готово к членскому собранию. Кухня еще что-то предлагает, там осталось с утра, что-то еще есть, поэтому можете пройти, посмотреть, что там еще осталось, друзья, приобрести. Помните о том, что приобретая то, что продается там, вы участвуете в том числе в нуждах служения и помощи в доме на Украине. Поэтому добро пожаловать всем, и тем, кто желает в этом участвовать в служении, можете тоже. На неделе у нас идет приготовление всего необходимого, с завтрашнего дня, с 10 утра, также продолжение работы кухни, поэтому по этим вопросам обращайтесь с Коксаней Копчук, тоже пусть Бог благословит всех вас в этом. А 25 марта молитвенный завтрак для братьев, поэтому тоже не забудьте об этом, пожалуйста. Сейчас брат Богдан сделает объявление. Приветствую, братья и сестры. Объявление, как всегда, для нашей молодежи. Молодежь, мы are continuing our David series tonight, 8.45, we'll be starting the youth service, and we also have an announcement for you regarding a conference that's coming up, okay? So youth in the choir, youth on the pews, please come to the youth service. We have a very awesome announcement for you guys regarding an upcoming youth conference, okay? And we'll see you at 8.45. Proverbs Cafe is open before that. Thank you. Богдан так быстро говорил. Надеюсь, все услышали, что он хотел сказать. Потому что, наверное, кто там, или я так через слово там ловил, но, в общем-то, понял. Но, может быть, все поняли молодежь, да? Молодцы, хорошо, да. Вы должны лучше разговаривать, чем мы, кто постарше. Хорошо, друзья, еще у нас есть несколько записок к молитве. Прошу церкви, помолитесь о моих детях, чтобы они вернулись к Богу от злых путей своих, служили Ему и были спасены. Сестра Люда об этом просит. Дорогие братья и сестры, помолитесь о Наташе. Ей во вторник предстоит операция. Пусть Бог благословит руки врачей и даст ей исцеление, как телесное, так и духовное, чтобы она познала и прославила Бога. Брат Виктор об этом просит нас молиться. И в заключение этого собрания мы еще все вместе встанем и помолимся. Боже наш, мы снова приходим к Тебе в молитвах наших, и мы благодарны Тебе, что Ты на протяжении этого вечернего собрания беседовал с нами. Прежде всего, Господи, через братьев проповедующих, напоминающих нам истинность и Слова Твоего, Ты разговаривал с нашими сердцами, с нашими душами. На примере жизни Самсона Ты нам снова и снова показывал, как важно нам быть в послушании Тебе, как важно детям быть в послушании своим родителям, как важно, Господи, всегда искать воли Твоей, и прежде всего воли Твоей во всех жизненных вопросах, для того, чтобы не допускать ошибок, не допускать грехов в своей жизни, чтобы в конце концов жизнь наша не закончилась, или кого-то из нас печально, трагически, как закончилась жизнь Самсона. Дай, Господь, мудрости всеми, молодым и старшим, так жить и так поступать, чтобы извлекать уроки из жизни библейских персонажей и не повторять их ошибок и их промахов в жизни, чтобы во всем, Господи, глядя на Тебя, подражать Тебе, Богу нашему Спасителю, Иисусу Христу, как Ты был в послушании Своему Небесному Отцу, и как Ты, Господь, был однажды и прославлен, и сейчас Ты, Господи, находишься в славе Своего Отца, и еще больше будет славы однажды, когда Церковь, невеста Твоя придет на небо для того, чтобы уже все вместе объединиться в единой хвале, прославлении, благодарности, поклонении на веки веков Тебе, Богу нашему и Спасителю нашему. А пока на земле, Господи, Ты нам напоминаешь о том, как нам важно иметь различные духовные качества, и радость, и кротость, и мир в своем сердце, и как помышлять о том лишь только, что Тебе угодно, что чисто, любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Господи, помоги нам все вот эти качества иметь. А чего нет у нас, Господи, то дай нам мудрости, дай нам вот жажды к тому, чтобы нам просить у Тебя и стремиться к тому, чтобы иметь вот эти все качества необходимые для того, чтобы всегда жить, угождая Тебе, и чтобы Ты был доволен нами. Господи, мы также просим Тебя, чтобы Ты благословил вот и труд служения брата нашего гостя там на Украине, в Запорожье, в других там местах, где он трудится, Господи, в Твоей местности, где он живет, служа вот сиротам, служа другим людям в школах, в других местах. Благослови брата и всех, кто с ним там совершает служение, восполняй и все нужды, и духовные, и материальные, благослови, дай сил духовных и физических, и помоги, чтобы дальше Слово Твое живое, святое могло распространяться там, и еще многих или хотя бы некоторых людей достигать так, чтобы они познавали Тебя как Господа и Спасителя и становились Твоими детьми, последователями Твоими. Благослови, Господь, просим Тебя. И также вместе вот с сестрой Людой молимся о ее детях, чтобы они вернулись, как написано, к Богу от злых путей своих, служили Тебе. Спаси, Господи, от пути того, который ведет в погибель, Господи, брати их сердца к Тебе, и дай им покаяние, дай им прозрение, Господь. Будь милостив к этим людям, Ты знаешь их имена. Вот поэтому молим и просим Тебя, яви свою милость и свою помощь. И также с братом Виктором просим о Наташе, которой предстоит операция в вторник. Благослови тоже и руки врачей, и чтобы они сделали все правильно, безошибочно. И чтобы, если так же воле Твоей угодно, было полное исцеление для Наташи. И также, чтобы она написана, как в просьбе в этой записке, тоже Тебя познала и прославила Тебя. Поэтому тоже, Господи, окажи ей Твою милость, чтобы было и духовное здоровье, и физическое. Благослови ее, и помоги. И благослови также всю нашу поместную церковь, на эту трудовую неделю, тогда, когда мы будем на работах, на учебах, вот в других местах, в домах своих, в транспорте, еще где-то. Храни нас от всяких бед, от несчастья. Благослови нас всегда, и вот на всяком месте быть Твоими детьми. Не по названию лишь, но по содержанию, по сути своей. Жить так, чтобы в любое время, когда бы Ты нас не позвал, мы были бы готовыми с радостью встретиться с Тобой, с нашим Богом и Спасителем. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok